Добрый вечер! На Щелокском телевидении диалог православия мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Берликовского монастыря Игумену Евмению. Дет с именей, добрый вечер! Добрый вечер! С постом всех! Да, с апостольским постом. Прилегаю нашу передачу начать по доброй традиции чтение главной нашей книги, книги жизни, чтение Святого Евангелия. Этот отрывок будет читаться в воскресенье на Божественной Литургии. Кто придет, услышит, будет читаться на церковнославянском языке. Мы с вами будем сразу на русском в переводе. Итак, это отрывок Евангелия от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13, пожалуйста. Послушаем Евангелие. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит. И слуге моему сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства изверженно будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубом. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час. Итак, откуда, куда Господь шел, какие предварительные события были? Ну, Господь, мы считаем, что Он переходил из селения в селение, и эти селения, они находятся в шаговой доступности между ними. Это все происходило в Галилее, то есть рядом с Галилейским озером. Там рядом с этим озером находится такая достаточно большая гора, ее сейчас называют Горой Блаженств, и на этой горе Господь, расположившись, поучал апостолов и всех слушающих, говоря им о заповеди блаженств. Девять заповедей блаженств, которые мы также разбирали в одной из передач, и вот, собственно, оттуда спустившись, он уже ушел в Капернаум. А в Капернауме он жил достаточно долго, и даже называл его своим городом, потому как там, где он жил до этого, в Назарете, мы помним, что он с младенчеством, можно сказать, в Назарете жил, с пресвятой Богородицей. То есть родился в Вифлееме, да? Да, в Вифлееме был рожден, но это был такой поход разовый для переписи населения, они перепись прошли и вернулись, соответственно, в Назарет. Вернее, сначала они ушли в Египет, а из Египта уже в Назарет вернулись, где продолжали жить. И это, конечно же, удивительно, но вот в Назарете его не восприняли, и поэтому он оттуда ушел. Потому что знали с детства, и все жители, которые его знали с детства, они ему не верили. И от этого, как в Евангелии сказано, не мог произвести никаких чудес, кроме некоторых малых чудес, по их неверию. И в Капернауме, да, то есть он уже, когда вышел Господь на проповедь, большую часть именно проповеди исцеления как раз вот в Капернауме совершал. Ну да, это место, где жили все, в основном, апостолы. Они были рыбаками. Капернаум стоит прямо на берегу Галилейского озера. А вот множество упоминается морей в Евангелии. Это одно и то же озеро? Да, да. Галилейское, Генесаретское, Твериадское. То есть это одно и то же озеро. Название только Твериадское, от слова «Тиверий», то есть в честь Кесаря, да, Римской империи Тиверия был назван город. И, так сказать, римляне назвали его Твериадским. А израильтяне – Галилейским, потому что это Галилея языческая была, собственно, Галилейским. Но Генесаретское тоже в переводе оно как несколько изогнутое наподобие какого-то музыкального инструмента. Вот так. Поэтому Генесаретское называется. Поэтому это, конечно, озеро было кормильцем вот всей округи. Там и рыбу ловили, в том числе и апостолы. И сейчас ловят рыбу. И паломники могут и сейчас покушать ту рыбу, которую вкушали апостолы и сам Господь. А самого города сейчас уже нет? Город остался в руинах, то есть он был разрушен, как Господь и сказал, что до ада не звергнешься, да, Капернаум по гордости. Город был очень богатый, потому что на нем пересекались пути различных торговых, и торговые пути из Средиземноморья, из Сирии, из других стран, из Египта. И тем более, что и по самому озеру тоже так же распространялся это торговое сообщение. А в Капернауме это все как бы концентрировалось, было пересечение этих путей. То есть он был достаточно богатым городом. Ну и вокруг него, за счет того, что рядом пресная вода, огромное количество полей, садов и прочего, выращивалось для стола, для питания фруктов, овощей и пшеницы. И это тоже приносило богатство живущим в Капернауме. Сейчас, повторюсь, от города остались руины, просто вот фундаменты. Но и сейчас там показываются фундаменты дома Петра, где Господь исцелил тещу. И сейчас там стоит та самая синагога, в которой Господь исцелил Сухорукова. И которую, наверное, построил сотник. Сотник, о котором здесь сказано. Он эту синагогу построил, она из белого камня. Весь город построен из черного камня, из туфа, потому что самый дешевый был стройматериал. Брали в соседних каменоломнях вот этот черный камень, он вулканического происхождения. И поэтому город был черного цвета, все стены были черные. А синагога белого, из белого камня, привезенного, построена очень красиво. И стены, и колонны, только крыши нет, полы, все сохранилось. Даже скамеечки, где сидели, посещавшие синагогу, все это есть. И можно зайти и встать на то место, где стоял Сухорукий, и Господь ему повелел встать в серединке синагоги. И вот любой из паломников может посетить это место. А Господь, вот раньше, сейчас же синагоги тоже сейчас существуют? Да, сейчас синагоги есть. Это дома, где собираются верующие иудеи, где они читают книги, но они не могут совершать богослужение, потому что богослужение по вере иудейской могло быть совершено только в храме. А храм был один в Иерусалиме на горе моря, где был храм Соломона. Вот так как этот храм разрушен, от него осталась только подпорная стена и площадки храма, соответственно, сейчас богослужение у иудеев не служится. А в синагогах они просто читают книги. Вот такой вопрос, земного характера. Вот, например, люди в паломники куда-то едут. Как вот православным христианам заходить не рекомендуется в синагоге? Но действующие в синагоге, конечно, заходить не имеет смысла православным, потому что это другая вера, это иудаизм. И, собственно, там и православным нечего взять, потому как там проповедуется Ветхий Завет. Причем со своим толкованием, не с православным толкованием, которое иногда это толкование конфликтует с православным толкованием, поэтому смысл вот этот конфликт вносить в свою душу я не советую никому. А вот эта синагога, она не действующая, то есть это просто такой памятник. Собственно, весь вот этот остатки города Капернамо, это такой большой-большой музей под открытым небом, и чтобы туда войти, надо еще и купить билет. То есть это все можно посещать. А наши храмы, они уже появились после воскресения Господа? Ну, сначала, да, были катакомбы, то есть в пещерах, где-то в закрытых комнатах молились, служили. И мы считаем, что Тайна Вечеря была тоже в горнице, то есть это просто часть дома богатого верующего человека была. Говорят, Иосиф Аримафийский предоставил свой дом. Но, а потом уже после гонения, после того, как закончилось через 300 лет при Константине Великом, когда уже православная вера стала государственной религии, тогда стали строить храмы уже и, соответственно, появились уже официальные храмы православные. Ну, и, наверное, нужно людям тоже сказать, что наши православные храмы, они существуют для того, чтобы там совершалось таинство причастия. Ведь многие люди даже не знают, ну, храм зашли, свечку поставили, а то, что таинство причастия и основное, к чему мы призваны, да, вот там совершается. Ну, там семь таинств совершается в храме. То есть, мы знаем, что церковь православная, она содержит семь таинств Божьих, которые Господь передал апостолам, а апостолы передали своим ученикам. И от учеников к ученикам эти таинства пришли до наших дней. И сейчас священники, епископы, митрополиты, патриархи, они содержат эти же таинства. И церковь – это то место, где это совершается, в том числе таинство причастия, в том числе таинство крещения, исповеди, соборования и так далее. То есть, все семь таинств, венчания. Поэтому мы, конечно же, в церковь должны приходить, хотя бы, по примеру, самого Господа, который приходил в храм Соломона ежегодно на праздник вместе с родителями, посещал и даже ревновал о храме Божьем, говоря, что это дом отца Моего Небесного. Выгнал оттуда покупающих. Зоопарк, в общем, выгнал оттуда. Ну да, зверей там для жертвоприношения выгнал, тельцов, голубей, минщиков денег. Как рынок там устроили? Фактически, да. Из храма сделали магазин, как сейчас это так можно назвать. И Господь, возревновав, выгнал всех продавцов и покупающих из храма и сказал, отец мой сказал, что дом мой, дом молитвы наречется, а вы превратили его в вертеп разбойников. Вот все храмы наши православные это дом, молитвы и совершение таинств Божьих. Вернемся к нашей истории. Когда вошел Господь в Капернаум, к нему подошел Сотник и просил его. Кто такой Сотник? Вот почему он там синагогу построил? Ну, действительно, мы видим по тексту, что Сотник, он явно не еврей и вот он как бы отдельно, так сказать, от израильского народа выделен. Дело в том, что тогда израильское государство входило в Римскую империю, то есть она была захвачена Римом и, естественно, на территории Израиля находились, ну, как сейчас американцы располагают, базами, да, вот по всему миру разбросанными свою такую империю создали. Вот Римская империя тогда тоже такие же базы создавала в каждом городе и там был гарнизон там из ста солдат вот командир этой сотни Сотник от слова сотни. Да, командир этой сотни солдат и был Сотник и он достаточно большой имел власть и мог, собственно, там распоряжаться этим городом по своему разумению, ну, конечно же, в рамках Римской империи и законов Римской империи. И, конечно же, к нему было уважение и страх от жителей этого города, поэтому здесь мы видим, что в его власти было достаточно много и он богатый человек, если он построил синагогу на свои средства. Но, че-то, он же не язычник, он должен какие-то там свои жертвоприношения был, да, приносить, а тут вдруг он... Ну да, Римская империя, мы помним, она все, так сказать, свои вера заключала в пантеоне богов Олимпа, да, начиная с Зевса и так далее, там всякие Аполлоны и прочее, прочее, да. Мы, конечно же, здесь с удивлением видим, что сотник отошел от общепризнанной государственной религии Римской империи, не византийской, тогда еще не в Византии, соответственно, и удивительным образом уверовал в израильскую веру, потому как он за счет общения с жителями города Капернаума за счет того, что он видел чудеса, производимые Господом, он уверовал во Христа, и поэтому он к нему и пришел, и мы видим, что у него очень доброе сердце было, то есть он не за своего сына там или как тещу, как Петр, например, спросил, он просил за свою слугу, раба фактически, потому что он наверное был очень верен своему хозяину сотнику, слуга, и он за него попросил, потому что умирает, очень тяжело болеет, исцели. И обратился-то он сначала к первосвязь старцам, которые, да. А вот вопрос, ведь у евангелистов, у нескольких описывается эта история, да, в некоторых моментах там говорят, что там старейшины, да, подошли спросить, вот в этой истории нашей, что он сам обратился, это одна и та же история, один и тот же человек? Один и тот же, да, случай, просто, ну, он наверняка не один подошел к Спасителю, а его сопровождали старейшины, и сначала они обратились ко Господу, а потом он и сам, так сказать, в этот разговор включился, да, то есть, ну, представьте, если язычник, неверующий, солдат Римской империи, вдруг внутри государства израильского сам идет к Спасителю, к Мессии, и, так сказать, без представления начинает что-то говорить, ну, конечно же, это так диссонанс такой вносит, да, в ситуацию, то есть, мы понимаем, что он, как разумный человек, он решил, чтобы его представили к Христу Спасителю, поэтому он обратился сначала к старейшинам, а старейшины уже подошли. Старейшины – это те, кто управлял государством израильским, во главе был Синедрион, то есть, это 72 почетных жителя государства израильского избирались, туда входили первосвященники, законноучители, князья, конечно же, то есть, богатые, власть имущие люди государства израильского, то есть, все те, кто были научены, кто имели власть, кто имели деньги, они входили вот в эти 72 места, ну, как у нас сейчас, наверное, Госдума, так вот можно этот Синедрион в чем-то сравнить, да, и, соответственно, вот эти вот старейшины из Капернаума, они входили в этот Синедрион, они вот и обратились ко Христу, то есть, а сотник к ним обратился, чтобы они его представили Христу. У нас есть звонок, послушаем? Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый день, меня слышно? Да, да, говорите, добрый вечер. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, Галина. У меня такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот когда человек спит, что делает его душа? Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, я когда с людьми беседую, особенно только начинающими воцерковляться и только начинающими разбираться в устроении человеческого естества, я говорю, что человек состоит из двух частей, по-крупному так. Это телесная и это душевная часть. даже особенно детишкам я говорю, что вот представьте, я взял вам, взял за руку, ну и, например, ущипнул, вам телу больно? Больно. А душе? А душе нет. А если я сказал какое-то обидное слово, телу больно? Нет, телу не больно. А душе? А душе больно. Даже вот на таких простых элементарных детских примерах можно понять, что душа и тело живут по различным законам и с различными какими-то переживаниями. И вот по поводу сна, также для новоначальных очень хорошо показывается такой момент, что когда тело у нас спит, без движения находится абсолютно, а мы переживаем во сне огромные движения, огромные какие-то события происходят. Часто человек просыпается в холодном поту, ужасно, от кого-то убегал или с кем-то там воевал, или защищался, например. или наоборот кто-то ему во сне допустим с умершими родственниками или посетил какие-то места, которые были. То есть душа в момент, когда тело отключено, душа тем не менее имеет такое движение. И оно иногда бывает вне тела. Мы читаем апостол Павла, он сказал, что во сне ли я был или наяву это происходило, я не понимаю, но вот Господь мне дал увидеть и поднял Царство Небесное увидеть еще при жизни. То есть вот и такие бывают события. Мы знаем, что Иосифу Обручнику во сне было открыто, что он должен взять святое семейство и бежать в Египет от Ирода. Также ему во сне было открыто, что он должен уже из Египта выходить и идти жить не в какой-то там в Иерусалим или в какой-то близлежащий населенный пункт рядом с Иерусалимом, а в Назарет, такой галилейский город, то есть это провинцию там спрятать святое семейство Пресвятой Богородицы с Богомладенцем. Тоже во сне было открыто. И таких описательных моментов... Казанская икона, девочки, Казанская икона тоже девочки явилась. Да, таких моментов... Далеко ходить в монастыре, в вашем тоже болящей Татьяне, да, явился во сне? Тоже во сне явлен был ангел и сказал, где найти чудотворную икону. Таких моментов в жизни церкви и до пришествия Христа, и после пришествия Христа, огромное количество, мы видим, что во сне душа все-таки живет своей духовной жизнью, когда тело на нее практически не влияет. Она не спит, душа? Она... Ну, она есть у нее моменты и отдыха, конечно же, потому что... Но без отдыха может жить только Господь, да? Он не подвержен этим, так сказать, естественным тяготам жизни. А человеческая душа, она может тоже отдыхать, но она и очень много может во сне, так сказать, совершать каких-то моментов. И действий, и поступков, и осмыслений, и откровений какие-то тоже могут быть. Но также во сне происходят и бесовские нападения на душу, и часто с целью обмана души, то есть во сне бесы являются в любом обличии, в том числе и ангельском обличии, и как родственники, или как животные, или еще как кто угодно, лишь бы заморочить душу, так сказать, ей полностью ее правильную точку зрения на эту жизнь исковеркать. Это тоже надо учитывать. То есть во сне мы тоже подвержены нападкам бесовским. Не только наяву, но и во сне. А можем как-то повлиять, чтобы это было благотворно на нашу душу, да? Поэтому очень важно и вечернюю молитву читать. Действительно, мы знаем, что борьба с бесами это борьба не к плоти и крови, а к духам поднебесным, то есть это духовная борьба. И читаем в Евангелии, что род сей бесовский, сам Господь говорит, изгоняется постом и молитвою. Именно поэтому мы постимся, чтобы бесов от себя отогнать подальше. Именно поэтому мы молимся вечером, молимся, чтобы ночь прошла спокойно и утро нам пришло благодатное, то есть на душе было спокойно, радостно утром вставать, а не тягостно. А утром мы молимся, чтобы весь день также прошел спокойно и плодотворно, добрые дела, чтобы можно было сделать. И закончился он также с помощью Божией с добрым устроением души. То есть утром за день молимся, вечером за ночь молимся. Поэтому надо обязательно читать утренние и вечерние правила. И, наверное, сам момент ухода в сон тоже важен. Ну, как я уже сказал, да, когда мы уходим в сон, этот момент, он важен еще и тем, как мы уходим. Малой смертью даже называют, да, святая церковь? Ну, да, 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 малая смерть, сон, да, и так можно к этому интерпретировать это, да, действие человеческого организма, естества. Но важно еще и как мы туда входим, подготовленным или нет. То есть мы оградили себя крестным знаменем, то есть мы подготовились молитвой, то есть мы засыпая должны предостеречь себя от всяких нападок бесовских, чтобы во сне не было, повторюсь, вот этих нападений от бесов. Да, и кроме того, Господь же говорит, в чем застану, в том усыжу, и никто не знает, проснется ли он утром. Ну, да, вот на моей практике были случаи, когда отпевали людей, которые пришли с работы, там, пообщались, там, покушали, помолились, легли спать и не проснулись. Просто тромб оторвался, и все, сердце остановилось во сне, и человек ушел. Это часто такие случаи случаются, поэтому мы должны быть всегда готовы к встрече с Господом, и никто не знает, когда Господь призовет нашу душу и ее разоблачит от тела, да, то есть тело останется, как одежда, здесь, а душа пойдет ко Господу. Это надо тоже учитывать, поэтому обязательно надо быть готовым в любой момент предстать пред Богом. Сотня говорит Господу, скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Господь исцеляет слово. Ну, мы знаем, что есть три лица Святой Троицы, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, и вот Бог Сын это Бог Слова, иначе, да, мы называем его. Мы также знаем, что Бог всю Вселенную создал Словом, да, да будет свет, да, потом повелел различные другие, чтобы образования этого мира появились, и там земля, твердь, и небо, и там ангелы, и различные населяющие птицы, растения, животные, в конце концов человек, да, и это все Словом Господь совершал, поэтому здесь мы также видим, что удивительным образом, вот как-то он сотник, можно сказать, проинтуичил, и сказал, Господи, скажи Слово, и мой слуга исцелеть, то есть он прям попал в точку, действительно, Божье Слово, оно живо творит, и здесь мы также видим, что Господь, но Лазарь Четверодневного, он воскресил Словом, то есть он просто сказал, Лазарь, гряди вон, и умерший Лазарь, четыре дня лежащий в гробу, уже истлевающий, уже запах пошел, разложение от него, он исцелился Словом Господа. Также и дочка Иаира, начальника синагоги, он тоже подошел, сказал, Тавифа, куми, то есть Тавифа, вставай, да, вот она тоже встала по Слову Божию, то есть одним словом Господь может сотворить в этом мире все, что хочется ему, ну и все, что мы просим, конечно. Ну и Господь кто-то скажет, да, это в то время, да, Господь когда был, когда земное было, да, житие, вот, а сейчас ведь на самом деле какую силу вернует Евангелие, ведь это же все слова Господни посредством апостолов, да, нам переданы. Удивительным образом, мы вот не задумываемся, но эти слова Божии, которые животворят, которые оживляют умерших, которые исцеляют, там, неисцелимых больных, которые бесноватых, изгоняют бесов из них. Вот эти слова мы держим в руках, когда берем Евангелие в руки, а когда мы открываем, начинаем читать, то эти слова, через нас проходя, через нашу душу, они нас оживотворят, то есть мы их, произнося внутри себя, Слова Божие, мы себя таким образом оживотворяем. Господь, конечно же, да, этими словами нас оживотворяет, но наше соучастие в этом, конечно же, необходимо, потому что, если мы не захотим этого, мы и не возьмем, и не откроем, и не прочтем. Поэтому здесь вот это соучастие с волей Божией, сам Господь нас животворит, но мы должны открыть нашу душу для этого воздействия. Поэтому Слово Божие, написанное в Священном Писании, его надо регулярно читать, таким образом вы свою душу, можно сказать, омолаживаете, то есть она укрепляется, она усиливается, она благодатью напитывается Божией и умудряется, потому как Слова Божие, они, кроме животворящей силы, они еще огромное количество сил имеют и даров Божьих, в том числе и премудрость Божия. Наша история продолжается, да? Сотник говорит Господу, вот я начальник, да, скажу своим подчиненным, он делает, вот ты, Господь, тоже так скажи, и все произойдет по твоему слову. И написано, что Господь удивился, на самом деле-то не очень много таких моментов в Евангелии, когда Господь удивился. Что здесь удивило? Ну, вот то, что и нас сейчас удивило, как так вот вдруг Сотник, неверующий, язычник, римлянин, неизраильтянин, не имеющий подготовки правильной, религиозной, которая в народе израильском, она с детства преподавался, закон Божий, были законоучители специальные, были священники, которые все это растолковывали народу израильскому, но Господь удивился, как вот у этого язычника такая вера, которую я не нашел в Израиле, то есть среди подготовленной, так сказать, населения, подготовленного израильского, Господь этого не видел, а здесь вот этот Сотник интуитивно прочувствовал правильный подход к спасению. величие Господа, да? Да, и он понял ту власть, которую имеет сам Господь, и он даже на своем примере сказал, ну вот я имею малую власть, всего лишь 100 солдат в его распоряжении было, но каждому говорю, приди, он придет, иди, и он уходит. То есть если они меня слушают, такого же, как и они, то уж ты, Господи, скажешь слово, и что угодно может произойти. И здесь он, повторюсь, вот прям в точно, попал прям идеально в точности, осознавая то действие, которое Господь производит в этом мире. Ну и, конечно же, мы понимаем, что это удивление у Господа, оно, наверное, еще выражено потому, потому что он увидел жизнь в душе этого человека, потому что он увидел веру в себя, то есть Господь увидел, что этот сотник верует в Христа. И удивился, так как, повторюсь, у него не было никакой подготовки для этого. И это удивление, оно, ну, мы видим всего лишь два раза такое удивление у Господа в евангельском тексте, он два раза всего удивился, причем он не удивлялся каким-то там строением, как там, тому же храму Соломона, который очень великолепен был, каким-то другим там моментом жизни человеческой в Израиле, а вот два раза он удивился, первый раз он удивился в Назарете, когда не мог сотворить ничего по неверствию их, они не верили ему. То есть удивился не верью, а тут вера. А здесь он также удивился вере, то есть там он удивился такой безжизненности этих людей в Назарете. То есть все было столько чудес показано, да? Господь, да, они же все знали, все слухами земля полнилась, и все, что он делал, все разлеталось буквально по всем весям израильскими, все об этом знали, да, сарафанное радио все это разносило. А тем не менее в Назарете те жители, которые видели его с детства, они ему не верили, и так как они не верили, он не мог совершить там чудес. И он этому удивился. Здесь же наоборот, он видел человека, который вот только что пришел буквально от язычества, вот он буквально первый шаг сделал, и у него была такая вера, которую Господь не нашел и в израильском народе. И этому он так же удивился, то есть здесь он удивился силе веры этого человека. Вот всего лишь два случая, когда Господь был удивлен. Можно представить сегодняшнюю ситуацию, вот чему бы Господь сейчас пришел, почему бы он сейчас удивился? Ну, меня часто спрашивают и говорят, а что же вот сейчас-то таких чудес нету, да, вот как тогда Господь совершал чудеса и святые производили огромное количество чудес, и вот что вся Римская империя стала православной, это же не просто так. Сколько мученики чудес произвели, сколько преподобные отцы, сколько апостолы исцелили и воскресили людей. И мы понимаем, что сейчас вера-то ослабела, что сейчас про Господа знают все, да, ну, Евангелие, оно проповедовано во всем мире сейчас, все знают, что такое христианство и во что веруют, в Христа, да, и даже фильмы снимают там какие-то там про Христа, про Церковь и про мучеников, то есть все все знают, но не верят. Это прям вот точные копии Назарета времен пришествия Христа. Вот Назарете все знали, о Христе и о чудесах его, но не верили. Как во время Оно говорится в Церкви, да, так и сейчас. Так и сейчас получается вот этот Назарет разросся до размеров планеты Земля. То есть все знают о Господе, но никто не верит, и поэтому чудес не может Господь сотворить чудес, потому что за неверствие их, потому что знать знают, верить не верят. Из этого мы заключаем такой вывод, что мало знать о Христе, мало читать Евангелие, и ученые, многие неверующие просто знают Евангелие, как-то его там прочитывают, но этого недостаточно, нужно верить. И вот в этом основной ответ тем людям, которые спрашивают, а почему сейчас не происходит чудес? А не происходит, но только с теми, кто имеет веру. Прямо по словам «и по вере твоей будет тебе». вот кто верует, у того чудеса происходят, кто не верует, чудес нет. Да, и даже вот сейчас представить ситуацию, ведь большинство людей, которые в церкви, там, наверное, меньше гораздо процент, которые люди ученые, которые хотя должны уже до корня доходить, и они не верят, а больше верят простые люди. Это тоже такой для нас факт, для того, чтобы осознать, что Господь открывает не через разум веру, а через сердце, через любовь, через чистоту жизни, через послушание словам Божьим. А разум, его сейчас мы так возвеличиваем, мы говорим, что разум открывает нам там все двери, мы с помощью разума можем чего угодно достичь, не можем. не можем ничего. Больше даже гордость даже приводит, я сам все знаю. Разум, как мы видим, он, собственно, только обманывает нас и дает нам возможность только действительно превозноситься. То есть мы называем себя царями природы, а потом, когда приходит какая-нибудь хворь, ну, например, тот же недавний вирус, прошедший по всей планете, да, и чего? И ничего сделать не могли. Миллионы погибли от какого-то гриппа, да, все, и где же наш разум, и где же наши силы, и где же мы цари природы. Поэтому не надо надмиваться разумом своим, разум должен быть слугой веры, то есть вера, она фундамент, она основание для разума, и если так, то тогда разум будет полезен, тогда он сможет использовать вот этот фундамент с пользой. Если же разум висит в воздухе без веры, как говорят, без идеологии, да, то этот разум может повернуть в любую из сторон, и мы видим такие примеры, что на 180 градусов, то есть из одних и тех же фактов люди делают выводы на 180 градусов различающиеся, потому что у каждого своя вера, а вот здесь, конечно же, и ответ, почему так происходит. Да, Господь удивляется двум вещам, вере и не вере. Почему вот такая важность в глазах Господа вера? Удивительно, но Господь не может творить насилие над нами, над нашей волей, над нашим выбором, потому что Господь нас создал по своему образу и подобию и дал нам свободу выбора, свободу воли. И тот человек, который верит в Бога, а значит, он ему доверяет, а значит, он старается исполнять все, что Господь говорит, вот этот человек становится другом Божиим, и этому человеку Господь открывает очень много и дает очень много, и чудеса творит, и что удивительно начинает жить вместе с этим человеком. И здесь мы открываем себе такую удивительную таинственную вещь, Господь говорит, тот, кто верует в меня, тот жив, будет, и не узрит смерти вовеки. Это слова из Евангелия, да, Господа. То есть, если мы верим в Бога, то мы будем жить вечности, и смерти не увидим. Но кто из нас не хочет жить вечно? Да, все хотят. Кто из нас не хочет столкнуться со смертью? Да, все не хотят эту смерть видеть. Вот ответ. Просто веруйте в Бога и исполняйте Его слова. И это будет тем условием, при котором Господь начнет вам помогать. Без этого условия, без веры Господь не помогает и не насилует человека, то есть, он не приходит насильно к нему и не сожительствует в душе человеческой Господь, если это душа против Бога. Да, вопрос такой просили задать в устном виде, да, если Господь всемогущий, зачем Господь ждет страшный суд, чтобы покарать врагов? Ну, даже можно, наверное, так я так поняла, что интерпретировать, что почему Господь не уничтожит всех бесов, вот сейчас, например? Ответ известен нам в Евангелии, Господь на это отвечает, заранее, зная вот этот вопрос, который я буду задавать, есть притча такая, в которой Господь отвечает на вопрос, что вышел сеятель, посеял добрые семена, пшеницы, и ночью, пришел сатана и посеял среди этой пшеницы свои семена, то есть сорняки, и когда утро... Плевела, да? Плевела, да, по-евангельски, называемые, для нас это сорняки в переводе, значит, и когда утро пришло, то взошло и то, и другое, и ангелы, слуги Господа, увидев, что взошли и добрые плоды, то есть пшеница и сорняки, они подошли к Господу и сказали, Господи, повели нам, и мы сейчас пойдем все прополем, все плевелы мы уничтожим, чтобы они не мешали пшенице, чтобы они здесь не заполоняли поле, Твое поле, Господи. На что Господь им сказал, не надо этого делать, пускай все вырастет, и тогда мы по тому, как они уже вырастут и принесут свои плоды, тогда мы их разделим пшеницу в одно, закрома, а сорняки, плевелы в огонь вечный, потому что если вы сейчас пойдете и будете полоть, то можете случайно и пшеницу вместе с сорняком выдернуть, и чтобы не было этих ошибок, все должно созреть, то есть все должно принести свои плоды, и тогда уже будет тот самый страшный суд, о котором сейчас человек спрашивает, на котором будет разделено здесь пшеница, а здесь сорняки. Здесь козлы и овцы. Да, по правую овцы, по левое козлище. То есть это многократно в Евангелии проговаривается, именно потому, что на ранних стадиях человеческой жизни, как и на ранних стадиях пшеницы и сорняков, трудно их различить, что доброе, что злое, поэтому должно принести колос, плоды, тогда уже четко и понятно становится, что в этой душе человеческой больше, добра или зла. Тем более, что мы все имеем в том числе и дурные привычки, к сожалению, нету идеальных людей, в нас всегда смесь, но у нас в ком-то больше добрых качеств, а в ком-то больше злых качеств. И разобраться в этом можно только, когда жизнь окончена, когда человек полностью все уже, что хотел, что мог и что умел сделал, и тогда можно уже подводить итоги. Вот здесь ответ таков кратко. По итогам Господь рассудит все человечество и всех и добрых и злых по итогам их жизней, окончательным итогам. И поэтому и нужен страшный суд, чтобы эти итоги подвести, ну как в институте или в школе нужны экзамены, и тогда и подытоживается время обучения, там, школьное время или там институтское время и выставляются оценки. Также и здесь мы можем сравнить нашу жизнь в этом мире со школой или с институтом. Мы здесь учимся, добрые дела творить или злые. Кто чего хочет учить, тот этому и учится. И выпускные экзамены покажут, где мы найдем себя по окончании этого обучения в этом мире. В аду или в раю? Да, сейчас апостольский пост Петра и Павла, да, и уместно привести пример в качестве апостола Павла. У нас бы не было апостола Павла сейчас, если бы по справедливости его наказали раньше. Можно было бы сразу наказать, как только он участвовал в убиении архидиакона Стефана. Да, первомусельник Стефана. Он был соучастником убийства. Он наблюдал все это, одежду держал, поддерживал правильно все. Он и в Дамаск шел, чтобы как раз... В Дамаск он шел для той же цели, для уничтожения верующих христиан. То есть его надо было уничтожать, если вот так рассуждать. Он был плохой. А посмотрите, что он в итоге своей жизни. Он всю Европу прошел и создал церкви во всей Европе и в Малой Азии. То есть удивительно, он был не зря два первых, так сказать, апостола. Это Петр и Павел. А Петр точно так же. Он же предал Господа. Он отрекся и не зная этого человека. Его сразу надо было наказать, убить и все за предательство. Нет. Господь его дал время на покаяние и он сколько плодов принес. Он тоже создал множество церквей и проповедовал. А вот Иуда он предал, но не покаялся и жизнь его закончилась самоубийством. И это тоже итог, который привел его в ад. поэтому здесь в этой жизни мы не можем говорить о людях, что вот сейчас он совершил плохой поступок и сразу надо его наказывать. Он уже достоин смерти и наказания. Я, например, даже на своей малой практике священнической знаю судьбы людей, которые в 90 лет приходят ко Христу, начинают исповедоваться, причащаться, а до этого были безбожниками активными. Прямо вот даже возглавляли в советское время такие комитеты по борьбе с религией. Я причащал эту бабушку, она мне каялся слезами, потому что она рассказала, до 11 лет я ходила в церковь, а потом стала комсомолкой, коммунисткой меня послали на Дальний Восток, я там возглавлял союз воинствующих безбожников и прочее, прочее. И вот сейчас я только ее в больнице нашел, не нашел, а причащал, и она позвала меня, видя, что я хожу причащаю. Исповедовалась, покаялась, причастилась, и Господь ее принял покаяние, и она принесла добрые плоды покаяния, хотя всю жизнь была как сорняк, как плевела, жила, уничтожая, можно сказать, дело Христово. Вот из этих таких случаев и фактов жизни церкви мы понимаем, что не надо торопиться с судом, скорый суд, он никогда не имеет истины в себе. Да, для того, чтобы разобраться, почему кто-то верует, кто-то не верует, и Господь сам отвечает на вопрос, в чем причина неверия. Как вы можете веровать славу друг от друга приемлющей, и славы я же от единого Бога не ищите? То есть мы больше любим земную нашу славу, больше о земном заботимся. Даже спроси у человека, верующего, а ты ищешь ли славы Божьей? Не все скажут, что ищу, некоторые стесняются, даже перекреститься боятся при чужих людях, и не воздают должной славы Господу, таким образом, в какой-то степени даже отрекаясь от Него. И, конечно же, слава Божия, она немногим приходит в голову, где я, где Господь, как я Его буду прославлять. И это тоже неправильно. То есть мы здесь ставим себя во главу угла, а вот меня надо похвалить, вот я тот хорошо сделал здесь, и здесь, здесь. То есть некоторые гордятся своими добрыми делами, и это неправильно. Но еще хуже, когда люди гордятся злыми своими делами. Я вот имею любовников или любовниц, а я вот наворовал себе достояние огромное, а я там, не знаю, еще что-то такое натворил, хвалятся, и этим ищут славы во зле. Это еще хуже. Это уже как бесы себя ведут люди. Вот здесь надо пересмотреть, взгляды, и все-таки, конечно же, такие люди не могут быть верующими, которые ищут свои славы даже от добрых дел. Я уж не говорю о злых делах. А как ее искать? Слава Божией? Слава Божия, она совершается в делах, которые Богу угодны. То есть сам Господь говорит, творите добрые дела, да прославят Отца вашего и Жена на небесах. То есть если мы добрые дела творим, то по воле Божией, по его заповедям, то мы не себя прославляем, а Господа. И апостол Павел нас учит говорить так, что когда нас кто-то хвалит за добрые дела, мы отвечать должны не мне, Господе, а имени Твоему Святому. То есть мы... Ты лишь раб неключимый, да? Да, я лишь недостойный раб, который исполнил то, что должно было исполнить. Вот ты мне сказал это делать, я это делаю. И что меня за это хвалить? Я должен это делать. То есть нету никакого места для тщеславия и самохвальства. А вот Господа хвалить надо везде и всюду, потому что все источники даров и добрых дел из него исходят. Мы лишь соучастники этих дел. Если бы Господь нам не помогал, мы бы ничего доброго не могли бы сделать. Он так и говорит, без меня ничего доброго сделать не можете. Как лоза не может плодоносить и приносить виноград без корня, так и мы не можем без веры, без Божьей помощи добрые дела творить. У нас полторы минутки. Пожалуйста, вам заключительное слово. Сегодня у нас завершающая передача телевизионного сезона. Если Бог даст, мы теперь с вами увидимся осенью. Пожалуйста, вам слово заключительное. Ну, я с радостью общался этот весь период этого года с вами. Надеюсь, будем общаться и в предстоящий, следующий уже сезон телевизионных передач. Но хотелось бы, чтобы наши общения не оставались только теорией, а чтобы вы их применили на практике. И хотя бы часть того, что здесь сказано и что вы прочитаете в Священном Писании и в молитвах о вашей жизни совершилась. Помоги вам, Господь. Да, благодаря, Сатис, и мне, что вы к нам приезжали. Приезжайте еще. Да, спасибо. До свидания. Да, на сегодня это все и слава Богу за все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok